Мы находимся на спортивной базе в Панмосковье и занимаемся с детьми разбором программы на учебно-тренировочном сборе. Здесь у них проходят интенсивные тренировки, две тренировки в день по 3-4 часа. Усовершенствуем их упражнения, их личную программу, с которой они потом будут выступать в течение года, набирать баллы и занимать места, к которым они стремятся. Здесь они улучшают растяжку, улучшают физическую подготовку, занимаются хореографом, изучают новые элементы. Мы можем использовать все возможности, которые есть у детей и показать их за минуту 30 всем судьям. Наши дети, которые находятся у нас, делают всегда то, что точно считается судьям. У нас нет сомнительных рисков, сомнительных элементов, сомнительной работы с предметом. Правила поменялись, мы их ночью выучили, тренерский состав. На следующий день мы уже меняем детям упражнения. У нас постоянно идет обучение судейское. Мы постоянно на связи с главными судьями, потому что я очень много составляю упражнений и по международным правилам, и по российским правилам. Новейшие правила, которые выходят, мы их сразу передаем детям. Я стараюсь детям давать разных педагогов, чтобы им было интересно приезжать вновь и вновь на сборы. У меня есть моя помощница, Светлана Геннадьевна Шувалова. Светлана Геннадьевна со мной работает в команде на каждом сборе, а остальные тренеры чередуются. Нужно точно знать, что то, что хотят родители, это не равно то, что могут дети. Тут нужно понимать, что ребенок маленький не сможет выдержать ту нагрузку, которую мы даем. Это профессиональный сбор, а не любительский. Мой любимый вид – это лента. Когда я заняла первое место, я выступала БП и Олдруч. Когда вырасту, я хочу быть тренером по гимнастике. Мы можем принимать детей, которые ко мне уже ездили до этого на сборы, без родителей. Я за ними наблюдаю, я их контролирую, я их проверяю перед сном. Если надо кого-то разбудить, я бужу. Но это, конечно же, не маленький возраст. Это уже осознанные детки, которые могут себя причесать, умыться, самостоятельно покушать. И быть уже осознанными взрослыми, почти людьми, только немножко маленькими. И раз, упали. Два, три. С головой. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Убежали. И да-да-да-да-дай, дай-дай. Да-да-да-да-да-да-да-дай. Колени трясются больше, чем плечи. Вот я вчера наругалась на девочку и всю ночь думала о том, что правильно ли я сделала. Позвонила ее маме уже. Она не жаловалась, она сказала, она поняла, за что ее ругали. Потому что она ленилась. Лениться не для этого приезжают на сборы, чтобы лениться. Здесь приезжают показать свой максимум, показать то, что ты умеешь. Работать с самодачей, с дисциплиной. Я иногда скучаю даже по тем детям, которые приезжают ко мне из раза в раз. Потому что мне интересно, насколько они за этот период времени выросли в своем мастерстве. Я жду с ними встречи. На сборы к Юлии Юрьевне я уже приезжаю не первый раз. Эти занятия мне много дают. Здесь мы отрабатываем программы в соответствии с новыми правилами, которые часто меняются. Условия здесь замечательные. Кормят здесь отлично. Есть время для досуга. Промежуток вот этого с пяти до пятнадцати, до восемнадцати лет, это маленький промежуток. Но такая большая информация, чему нужно научиться за это время. И предметная подготовка, и хореография. У нас многогранная гимнастика. Тебе нужна и растяжка, тебе нужна и артистизм, тебе нужна и музыкальность. Тебе вот все нужно в этом совместить за этот маленький промежуток времени. Я с нетерпением жду всех тренеров, которые отправляют сюда своих детей. Поэтому, когда приезжают команды со своим тренером, это радует. Мы следим за этим тренером, мы смотрим на ее сборы. Первый раз приехали, и в принципе мы очень довольны ее работой, ее подходу к работе, к детям. Есть чему поучиться, и естественно мы будем это делать. Спасибо большое Юлии Юрьевне, что она дает возможность вообще детям увидеть вот эту красоту от организации до всего. Даже как она подходит к проведению вот самого тренировочного процесса, она ведь знает каждое упражнение. Вот иногда от нас что-то уходит, хотя мы работаем с этими детьми. А она просто это настолько мозг. Со мной тяжело работать, потому что я очень требовательна. Давай! Раз, два, три, улыбайся! Ноги тяни! Стопы не натянуты на полу! Я вижу детей раз в полгода, раз в год, и когда я вижу такой прогресс, когда я вижу, что у детей горят глаза, когда они приезжают на сборы, у меня тоже бальзам на душу, потому что я стараюсь дать максимум. Редактор субтитров М.Лосева подогнал «Доком» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова